Диксонов Акван И вот каждый раз, когда он слышит его перед игрой То ему хочется спеть его вместе с нами, белорусами Прекрасная погода сегодня в Словске Последние дни лета, как это не печально приходится говорить Но тем не менее, совсем немного остается до 1 сентября Уже вновь осень, мы опускаемся в зиму Главный арбитр сегодняшнего поединка попросил одного из легионеров Гомельчан что-то, видимо, снять Кунан Ауие, номер одиннадцатый, Секу Думбия, поправившийся десятый Досмотрим шикавка, первый удар поворотом Я понимаю, что сыплюсь соль на раны гомельским болельщикам Но такое действительно тяжело переживать Пока у нас опасный момент, вновь поворот Дударя И снова Батищев пробил Рожок у мяча И Батищев к нему подбежал Они сейчас парочкой слов перекинулись Давайте смотреть, кто исполнит этот стандарт Рожок низом решил Батищев Заброс вперед Ну, неплохой удар, на самом деле, у Дао получается Смотрим за ответом Случан Хотов Прострелы точно в руки Ковалеву Слуск не дает Гомелю выйти со своей половины поля Бабко Афаква вернулся, но у Бабко скорость тоже, будь здоров Подача Хотов Параллельно штрафной идет Теперь в центр смещается Довольно просто пропускает его Как себе домой зашел Мурат Хотов И первый гол за футбольный клуб Слуск забивает Грамотно все сделал В то время как гомельские защитники и опорники дремали Классный получас удар Хотов и даже болельщик выбежал на поле Любопытный момент, но повтор могли бы потом посмотреть Интересно понаблюдать, такое редко бывает Первый раз в Слуске Болельщик без майки и ленивые стюарды Отправляются теперь, видимо, пожурить Молодого активного фаната Но, кстати, не грубо, а аккуратненько Вот так просто потокнули Понятное дело, что, наверное, выпишут ему в милиции Потом административный штраф Но это уже не так важно Мурат Хотов Первый забитый мяч за футбольный клуб Слуск По центральной зоне у гомельчан Всеху заброску Нехорошая скидка Юсов! А вот здесь Ковалеву браво Мы говорим в унисон Классно разыграли случане Возвращаемся на слуцкий стадион городской 20-й тур Футбольный клуб Слуск принимает футбольный клуб Гомель После первого тайма счет 1-0 в пользу хозяев Ну, как сказать, важный игрок Учитывая реалии гомеля сегодня У Яцкевича повреждения Его сегодня нет в списке 18 заявленных на игру Кстати, у Яцкевича уже говорил 4 голевых передачи Ох, хороший удар получился у Рожка Но здесь вообще пенати у нас оказывается О, это удивительно не только для меня, но и для болельщиков Мне очень понятно, а в каком эпизоде Когда Дударь тогда шел на мяч, любопытно Дударь уже, кстати, когда-то брал пенальти Как раз-таки в эти ворота Смотрим за дуэлью Юдзенкова и Дударя Любопытная ситуация, конечно В штангу мяч попадает И синхронные овации По левому флангу подача Юсов Атака на правый фланг перемещается Коне редкого ночи с мячом встречается в этом поединке Может ждет своего момента, кто его знает Но это явно не козырь Коне Немножко в недодаче получилась передача Но Щегрикович выходит из этой сложной ситуации Подача Шикавка головой бил в падении Назревает Шикавка Хорошо комбинирует Кибук и Шикавка вне игры здесь Хорош Кибук Юсов Классно Кибук все сделал Ну и да, не будем забывать, что Рожок бил Здесь Денис Щербаков сыграл за Случан Ну так бывает Юсов Один в один может Под правую Высоковато Мяч не пересек по линию ворот Во всяком случае Ни Щербаков, ни его помощники Никак не отреагировали Два в два выходит Суск Слева Юсов Кибук, мягкий заброс Руки здесь не было Щербаков видел Он был в пяти метрах Местные болельщики завели кричалку Наша победа Но Самоуверенно Наверное пока Не надо так говорить Классно здесь выдвинулся Все тоже Щербакович Все, финальный свисток Поздравляем Слудск с победой Она очень важна для Сахарников Продолжение следует...